Это семечки классические, это семечки кисло... сладкие или кислоострые? Нет, по-моему, это классические все-таки. Кисло-сладкие или кислоострые? Сладко-соленые. Сладко-соленые. Всем привет, ребята, это канал Завалий Дальник, он же канал Prokshift Yes, мы находимся в стадии ребрейдинга. Короче, я уже много раз объяснял, почему, не буду повторяться. Или это будет первый выпуск, который я записываю уже с таким названием. Ладно, короче, мы думаем, что Ютуб у нас пассимизирует показы, потому что считает, что у нас матерное название. Поэтому мы придумали новое. Короче, Prokshift это моя фамилия, если что, по паспорту. Что у нас сегодня? У нас сегодня семки, семки. И вот интересно, напишите, кто с самого начала понял, что это семки. Что лежали эти два пакетика с самого начала выпуска. И кто подумал, о, семки сегодня. А, ну, конечно, все подумают, потому что название-то написано, ролико, что это, о чем он. Ладно. Для начала спасибо моим топовым бустерам. Антону Мангелеву, деду Владиславу Александровичу, Архману Юлии Соколовой, Жене Моменко, Павлу Петрову, конечно же. Хочешь к ним присоединиться, ссылка в описании. Подписывайтесь, и все у вас будет хорошо, и у меня будет еще лучше. А теперь к семечкам. Мы купили в китайском магазине две пачки семечек. Это семечки классические. Это семечки кисло... Сладкие или кислоострые? Не помню, что послание. Нет, по-моему, это классические все-таки. Кисло-сладкие или кислоострые? Кисло-сладко-соленые. Сладко-соленые. Одни сладко-соленые, а другие классические. Давайте откроем и узнаем. Поверь мне интересно. Они вообще в скорлупе, не в скорлупе. Как они в скорлупе? Так, семечки. Это, чтобы не отцаревало. А эти тоже, получается, в скорлупе должны быть. Открываются они чуть-чуть по-разному. Та сбоку накрываются, а это почему-то тух открывается. Ну, ладно. И тоже в скорлупе. А как же они так сладко-соленые? Скорлупа сладко-соленая? Блин, я ни разу не брал китайские семки. Вот все я видел на земле, а вот китайские семки ни разу не покупал. Ну, они прикольные. Они большие, такие прямо гладкие все. Элитные. У нас бы написали элитные. Вот смотрите, какая. Как мадагаскарские тараканы. Их можно, получается, в том не щелкать. Можно руками просто щелкать. А тогда вообще кисло-сладкий смысл. Но... Вообще, если вы были в Китае хоть раз, вы узнали, что китайцы любят семечки. Но у них есть, короче, ограничения, что нельзя щелкать семечки где угодно. И у них есть специально, как курилки, у них есть щелкалки такие. То есть там стоит толпа народу, продаются семечки, покупаешь кулек и стоишь, шелкаешь. Пока не дошелкал, за периметр выйти нельзя. И там прямо вот шелуха, как в старом лесу осенью листья лежат. Прямо несколько слоев. И романтично шушат под ногами. Давайте попробуем, что это такое. О, хорошие семечки. Жаленые. Большие. Такие нормальные семена. Лучше, чем какие-то бабкины, например. Вообще-то бабкины не такие здоровые. Ну, вообще, российские семечки мелочи. Ну, и кисло-сладкие. Кисло-соленые. Сладко-соленые. Вот эти, короче. Вот эти, знаете, такие уже на любителя. Ярко выжженный китайский вкус. Скорее сладко-сладкие, чем сладко-соленые. Сладко-пряные. Оно так-то ничего. Но это... Я не знаю, как это будет, если вот весь пакет вот этот слузгать. Мне кажется, этот вкус надоест так, что больше ты его вообще никогда чувствовать не захочешь. Ну, они такие ощутимо проработанные. И вторая тарелка. Вернусь к ней. Как же, вердикт. Стоит, по-моему, 250 рублей такой пакет семян. Я скажу, что вот те, которые классические, они действительно совершенно классические. Обычные жареные семечки. Хорошие, большие, вкусные, крупные. Их можно, по-моему, на дачу, там, ну, или я не знаю, где вы семечки щелкаете. А вот, которые кисло-сладкие, они... Сладко-соленые, извините. Они очень специфические. Может быть, да, вам даже понравятся, но мне кажется, что вот как вот семечки, как семечки. Вот когда ты так сидишь и плотненько, весь вечер щелк-щелк. Ну, мне кажется, надоест. А так ничего вроде. Короче, китайские семечки получают мое одобрение. Вы тоже получаете мое одобрение. Я всех люблю, кроме некоторых. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...